Слава Господу! У нас как-то идет, знаете, серия, да? Опять понятие добра и зла. Я хочу сказать, что добро и зло — это очень интересное такое. Вот как-то мы все время думаем, что добро, что зло. Поступили правильно, неправильно. Поступили по-доброму, не по-доброму. И то, что предложил однажды змей понятие «будете знать добро и зло», стало вечной дилеммой. И человек точно не может различать, и часто ошибается. И я скажу вам, почему. Вот хочу это немножечко поглубже разобрать. Какой великий обман таится. В том, что нам предлагает дьявол. Вот в его правдивых словах вроде он говорит правду. Но в его словах всегда таится обман. Он всегда говорит устами змея. То есть, хитрость там присутствует. И там присутствует лукавство. И присутствует еще что? Как вы думаете? Искушение. Всегда искушение, потому и змей. Он вроде говорит всегда правду. Но вы должны думать, что скрывается в этой правде? Какой обман в этой правде? Помните, что его уста — это уста змея. То есть, это всегда уста искушения. Он всегда говорит «искушая». На этого у него хватает хитрости, коварства. А вот очень часто нам не хватает мудрости. Это увидеть и в это не впасть. Искушение человека. Он предлагает всегда искушать. Он всегда говорит «мы всегда видим», как будто «ну вот правду сказал». Вроде как не подкопаешься, так часто бывает. Но он всегда говорит твоему падению, понимаете? Вот сейчас мы разберем, как произошло с Евой и Адамом. Что сказал он им? Давайте прочитаю это место на память нам, чтобы пришло. И сказал змей жене. Не, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите эти плоды, значит, их, откроются глаза ваши. И вы будете, как боги, знающие добро и зло. Что он сказал? Правда? Что вы будете, как боги, знающие добро и зло. Правду сказал. Понимаете, что интересно? Сказал правду. Он сказал, что знает Бог об этом. Что когда вы вкусите вот этих плодов, станете, как боги, сказал правду. А что за этой правдой? Вот что за этой правдой он спрятал? Великий обман. Вот за этой правдой он скрыл великий обман. А в чем этот обман таился? Он сказал, будете как боги. О каких богах он говорил? Он говорил о падших ангелах. Он сказал правду, только Ева не могла этого понять, и Адам этого не понял. Когда он говорит, надо смотреть за тем, что он говорит. Понимаете? Да? Он сказал, будете как боги. Знающие добро и зло. Только какие боги? Собственно, падшие ангелы. Вы будете, как падшие ангелы, знающие добро и зло. То есть, что? Вот эти боги, это кто? Мироправители. Силы злобы поднебесной. Сам дьявол и сатана. То есть, власти. Это все, кто палит. Вот о каких богах он говорил, будете как боги. Сказал правду. Чтобы человек клюнул и уподобился кому? Падшим ангелам. Что привело это знание? К чему привело человечество? К тому же, к чему привело его самого? К изгнанию. Он был изгнан из небесного рая. Человек был изгнан из земного рая. Правду он сказал? Правду. Только как? Что спрятал за этой правдой? У его правды есть бэкграунд, знаете? Когда говорит дьявол правду, всегда нужно задуматься, какой обман? Что он скрывает под этой правдой? Какой подвох? Имеете в виду это? Как предупреждал Иисус? Иоанн 8, 44. Написано. Когда говорит он ложь, он говорит свое. Ибо он лжец и отец лжи. Так что любая его правда это ложь. Запомните это. Любая его правда это ложь. И как написано о павшем Херувиме, о его падении, послушайте. Исайя пишет 14, 13, 14. Говорил в сердце своем, взойду на небо выше звезд божьих. Вознесу престол и сяду на горе в сонме богов. На краю севера. Зайду на высоты облачной, буду подобен Всевышнему. Хочется сказать, он хотел быть подобным Всевышнему, да? А человеку предложил быть подобным богам. Он возмечтал воссесть на престоле, быть равным. И что? И окруженный богами. Это все боги. Так называет Господь своих сыновей. Своих ангелов, архангелов, все силы, власти. Он так называет их. Мироправители, миротворцы. Это все боги. И он говорит, сяду вокруг них, да? Это боги. И посмотрите, к Римлянам, к Колоссянам 1.16, как говорится. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. For by him all things were created that are in heaven, that are on earth, visible and invisible. И дальше перечисляется. Престолы ли? Это все силы, понимаете? Ангельские силы. Господство ли? Начальство ли? Власти ли? Все им и для него создано. Если читать Римлянам 8.39, там тоже подробнее говорится о том, что есть мироправители, власти и так далее. И мы знаем, что часть богов, то есть тех сил, властей, которые окружали в то время еще на небесах Люцифера, этого Херувима, и поддерживали его, они вместе с ним пали. Они поддержали его в присвоении силы и власти Божьей. И были изгнаны вместе с ним. Поэтому теперь мы знаем, что есть мироправители, но только не Божьи, а дьявола. Мироправители, они правят тоже здесь, под небеси. правят государствами, правят городами, правят странами. Это они правят. Есть Божьи, а есть падших ангелов. Это те самые боги, которыми он говорил, Ева, Адам, будете как боги. Это те самые боги, как серпент сказал, знающие добро и зло. Да, действительно, они знают добро, откуда были свергнуты. И знают зло, во что они попали. Куда они были изгнаны. Разве могла вот эту правду понять Ева, или же понять Адам? Разве они могли это осознать? Все, что от них требовалось, это что? Просто верьте Богу. Разве все мы можем с вами осознать? Разве все мы можем понять? Разве мы можем противопоставить свой ум хитрости сатаны? Не можем. Что мы можем? Верьте Богу. Верьте Его Слову. Держитесь в Его Слове. Живите в Его Слове. Это все, что мы можем. И только это мы можем, понимаете, этим побеждать. А Ева в то время и Адам вообще не понимали. И может быть, даже думали, будем как Бог. Что-то предложено такое интересное, будем знать. Мои хорошие, разве знания нас не подкупают? Сколькие сейчас подкупаются знаниям? Враг сейчас очень хорошо через информацию преподносит знания. Те, не те, не те, те, давайте. И опять человек попадается. И опять получает знания добра и зла, непонятно из каких рук и уст. Слово дьявола, оно, как сказать, изысканно лукаво. Запомните это. Изысканно лукаво. Человеку никак не превзойти его. Его лукавство не превзойдешь человеческим умом. И человеческой мудростью. Не рассчитывайте на себя. На Бога. Рассчитывайте только на Господа. Вот и Божью премудрость никто не может превзойти. Почему Бог сказал, даже не думай, когда придешь что-то говорить к правительству. Просто доверь свои уста. Доверься. Я буду говорить. Когда ты понимаешь это, и просто даешь свои уста Духу Святому, то написано, что дам тебе такие уста, что ни один не устоит. Ни один не превзойдет. Твои уста. Почему? Потому что будет говорить Дух Божий. А ты своими ушками внутренним будешь слушать премудрость. только истина способна защитить нас от лукавства дьявола. Только истина. А кто может претендовать, что он абсолютно знает истину? Только Бог. Только Бог. А мы не можем, понимаете? Все, что мы можем, это верить Господу. Все, что мы можем, это быть в Его Слове. Почему и сказали, живите в Слове Бога. И пусть Слово Бога живет в вас. Это единственное, что нас сохранит и спрячет. обращение к премудрости Божьей. Поэтому противостать дьяволу мы можем как? Словом Бога. Это самое мудрое, что мы можем сделать, поверьте. Божьим Словом. Почему Он не дал нам других мечей? Не дал. Никакая мудрость человеческая, какая премудрость человеческая? Хочется сказать, это примитивность, это примитивная Библия. Она уже устарела. Вот эта примитивная Библия, это единственное оружие, против которой не может стоять вот это превзойденное лукавство. Потому что вот в этой примитивной Библии, как люди говорят, некоторые заложена такая власть, такая сила, такая премудрость, которую отец лукавства не может превзойти. Вот какая сила в наших руках. Вот какой меч в наших руках. И когда унижают Библию, то, знаете, это унижает дьявол, потому что он не знает, как сразиться с этим. И все, что он хочет, это, чтобы ты выбросил этот меч из рук своих. сказал, а, да, действительно, и все, и ты проиграл. Что значит противостать ему твердой верой? Мы знаем, что нам советуют противостать, Петр, противостать. Просто противостать тем, что я верю, Бог есть, Бог живой. этим. Можно этим противостать дьяволу, но он тоже знает. И бесы знают, написано, и трепещут. Знают. И веруют. И трепещут. И все равно бесы. Так значит, чем противостаньте? Какой верою? В то, что Бог есть? Нет. Богу. Вера в Богу. Противостать надо верой Богу. А что значит противостать верой Богу? Как? Как можно? Это Словом Его. Если ты веришь Богу, ты веришь Его Слову. Правда? Вот если вы верите Мне, чему вы верите? Потому, что я говорю. То есть Моему Слову. Значит, если вы верите Богу, чему вы верите? То, что Бог говорит, Его Слов. А что Он говорит, все записано. Он оставил живое Слово Бога, записанное буквой. И оно оживает только Духом. Когда вы читаете Его Духом, оно оживает. И вы уже не читаете, а слушаете. А если просто читаете, вы его до конца не знаете. Вы не можете знать истину. Потому, что даже вот это Слово говорит, те, которые остались младенцами, они не сведущи в Слове правды. Они не знают истину. Вот 1 Петра 5 8 9 трезвитесь. Бодрствуйте. Вы знаете, как важно иметь трезвость ума. Почему? Потому, что вот этот вот рыкающий лев, он все время хочет нас держать в таком состоянии, как под нокаутом. Чтобы мы не были трезвыми. Не трезво мыслили. Рассей нам в состоянии трезвитесь. Бодрствуйте. Почему? Потому, что противник ваш дьявол ходит как рыкающий лев. Ища кого бы поглотить. Он и сюда заходит. Он везде ходит. Ища кого бы поглотить. И вот Петр говорит, противостойте ему твердой верою. зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Итак, противостоять твердой верою надо ему, как бы Ева противостояла. Как? Она бы сказала, не, не, не. Бог сказал, я умру, если буду это вкушать. Вот. и змей бы уполз. Вот как противостоять. Бог сказал, понимаете, это единственное. А если любопытство разбирать, а что, а как, уже Бог что сказал, не важно, то будет то же, что было и с ней, и что случилось со всеми нами. То есть надо оставаться в вере Богу. в его истинность слов. Если Бог сказал, это истина. И не подлежит изменению, исправлению. Это истина. Вот Бытие 3.1 еще раз вернусь. Змей был хитрее всех зверей полевых. Хитрее, которых создал Господь Бог. Интересно вообще-то. Вот был хитрее, понимаете, лукавый, хитрость, не мудрость, не ум, хитрость. О каком звере говорится, интересно. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Я хочу, чтобы почерк его знали. Когда он говорит, он хочет поставить под сомнение и предложить лучшее, нам это лучшее. Подлинно ли сказал. И этот почерк сегодня тот же самый. Он древний змей. И он не изменился. Он сегодня точно так же подходит. Я хочу прочитать вам искушение Иисуса. Дьяволом написано, да? Матфей 4, 6. Хочу прочитать вам со своей интерпретацией, чтобы вы просто увидели. Значит, и говорит ему, то есть змей говорит Иисусу, если ты Сын Божий, посмотрим на языке, как говорит дьявол, можно сказать, что он спросил Иисуса так, подлинно ли Ты Сын Божий? То же самое. Как он сказал, подлинно ли Бог сказал? И тут он тоже сказал, а подлинно ли Ты Сын Божий? Ты уверен в этом? Мы же тебя собрали, вон мама и папа. И братья. Подлинно ли? Понимаете? Дальше. Да, сейчас сказал Сын Божий. Подлинно ли о тебе так сказал Бог? Написано о тебе подлинно ли? А тебе сказал Бог? Ну, прыгни тогда, помните, да? Ну, если подлинно, если это подлинно, про тебя сказано. Дальше написано, бросься вниз, ибо написано, если это о тебе, если это подлинно, бросься вниз, потому что написано, ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, и да не приткнешь себя камень ногой твоей. подлинно. Вы знаете, Иисус не стал с ним спорить, пререкаться, объясняться. Да, мама сказала, папа сказал, он взял Слово Бога и ответил, написано так же, не искушай Господа Бога твоего. Вы представляете, и дьявол отошел, потому что он сказал, написано, написано так, Бог сказал так, да, он сказал, что не приткнешься, но написано, не искушай. это единственное оружие. Мы должны знать Слово Бога. Мы должны противостоять искушениям Словом Бога. Не рассчитывайте на свою мудрость. Мудрее Бога вы никогда не скажете. Поверьте, Бог учел все, здесь есть все ответы. Яков пишет, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Покоритесь. Если вы не покорились Богу, ой, как вы будете с Ним сражаться, ножкой топать, плевать на дьявола, давайте мы сейчас все вместе. Концерт. Это некоторые устраивают концерты, и дьявол смеется над ними. Кого он боится? Тех, которые покорились Богу. Для него это опасность. Это сила. Почему? Потому что тот, кто покорился Богу, уже за ним Бог стоит. Все. Богу покорился. Бог действует дальше. В его послушании. Покориться Богу, это значит покориться его слову. Потому что как покориться Богу, если не слову. Те, которые покорены Богу, они просто слову покорены. И вы знаете, сегодня он ходит как рыкающий лев, что ища? Непокорных. Думайте, что он другой ищет? Он ищет свое. Вы помните, как говорил Иисус о себе. Вот идет князь мира всего и не имеет во мне ничего. А что не имеет? Не имеет непокорности. Он был до смерти послушан отцу. Даже до смерти крестной он был послушан отцу. К чему подкопаешься? Он сам Слово Бога. Вот мы должны с вами стать Словом Бога. Потому что говорится вы письмо. Вы письмо Бога. Какое письмо? Еще что-то другое Бог пишет? Слово Бога должно быть в нашей жизни отпечатано. Мы должны быть Словом Бога для этой земли. Понимаете, что, с какой миссией мы здесь? Теперь мы должны быть Словом Бога. Свет и соль это и есть Слово Бога для этой земли. Вот этого боится дьявол. И сегодня он ищет непокорных. Он поражает именно непокорство, потому что это его. Хочется сказать, он по запаху ищет. Кто непокорен, к тому идет. Кто усомнится, кто не послушается, кто гордый, и он задает тот же самый вопрос. Подлинно ли? Вы никогда не слышали? Я думаю, слышали. Очень хорошо сегодняшнее подлинно ли? А подлинно ли написано Священное Писание? Слышали такие вопросы? В которые ты веришь? Это подлинно? Откуда ты знаешь, что это подлинно? А так ли Бог сказал, что ты сегодня принимаешь это за истину? А правильно ли переписали эту Библию? А может было не так? А у меня точнее. Я знаю точнее. Я тебе скажу, как по вашему. Не тот же ли почерк? Подлинно ли? Когда я слышу подлинно ли, у меня уши в трубочку сворачиваются. Я думаю, Боже мой, сюда этот змей дополз. Хочет сказать мои уши подлинно ли? Подлинно. Веками спасает людей. Это истина. Подлинно. Если маленькая коррекция там чуть-чуть не так переведена, извините, для спасения все так. И так он опять предлагает знание добра и зла. Постоянно. Он запутывает человека. Настолько, что человек уже не отличает, где добро, где зло, что, как. Смотрите, как в этом мире все переплетено. Как трудно, особенно, когда вот такая свободная информация постоянно, через компьютер, через телевизор, через радио, в машине сидишь, радио, бу-бу-бу-бу-бу. Говорят, главное, все на одну тему, все разные. Хочешь сказать, не хочу слушать ни это и ни то. Хочу просто остаться в истине. потому что информация с обеих сторон. Вроде те говорят правду доказывают, те говорят правду доказывают. Так, что за этой правдой кроется? А как посмотреть, зачем дьявол эту информацию распространяет? Какая ложь за этой информацией? за его правдой всегда скрывается великий обман. Хотите быть мудрыми? Вот так рассчитывайте. Всегда за его правдой скрывается обман великий. Давид знал это. Он очень хорошо понимал, что если он не будет держаться за Господа, не будет стоять на путях правды Божьей, уведет его сатана. Любого уведет. И что он говорил? Что он твердо стоит на свете Божьем. Свет это его слово. И вот этим светом он противостоял дьяволу. Вот посмотрите Псалом 118 105 Слово Твое светильник в ноге моей. и свет стезе моей. Не премудрость, это книга мудрецов индийских Мои хорошие. Слово Твое светильник в ноге моей и свет стезе моей. Псалом 17 29 33 Ты возжигаешь светильник мой Господи. Бог мой просвещает тьму мою. С Тобою я поражаю войско. И с Богом моим восхожу на стену. Все преодолеваем с Богом. Бог не порочен путь его. чисто Слово Господа. Щит Он для всех. Уповающих на Него. Ибо кто Бог кроме Господа? И кто защита кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою. и устрояет мне верный путь. Чем? Словом. Понимаете? Словом. Его Слово это великая сила. Это свет для нас. Те, которые ходят во Слове, ходят во свете. Те, которые вышли из Слова, не почитают Слова Бога, они уже во тьме. Все, уже во тьме. И мы знаем, что сказано, что не имели в разуме Бога. Аж как Бога можно иметь в разуме, не скажете? Это значит Слово Его. Из-за того, что они не имели Слова Бога в разуме, предал их Бог превратному уму делать всякое непотребство. Они сразу совратились. Желание быть как Боги, которое предложено, знающие добро и зло сегодня, живет в сердцах человеческих. Тех, которые испорчены гордостью. и вот эти гордые сердца, они влекомы. Они самоуверены. Они тянутся к тайным знаниям. Я лучше знаю, я больше всех, я выше всех. По сей день они вкушают с дерева познания добра и зла, хотя полное несоответствие истине. я вам скажу, что гордость губит человека. Желание превозноситься, больше знать. Прекрасные знания Господа. Когда ты хочешь знать Господа, тянешься к этим знаниям, они тебя что делают? Умоляют. Эти знания, которые предлагает дьявол, они тебя преподнимают в гордости. помните, кто это? Эти такие боги, которых он сказал, будете как боги. Задумайся, человек, что тебе предложено. Падшие ангелы. Эти знания предлагаются из ада, из источника ада. Они несут смерть. И ты становишься подобный богам падшим. Это та истина, которая сокрыта от человеческого понимания. Бог сказал, в день, в который ты вкусишь, откроются глаза, ты умрешь, да? Ты умрешь. А дьявол говорит, откроются глаза твои. Бог говорит, ты умрешь, а он говорит, откроются глаза твои. И вы станете как боги, знающие добро и зло. Понимаете, какое искушение? Когда-то Иисусу Христу не верили. Он проповедовал, он говорил, а ему не верили. Кто не верил? Фарисей, книжники, почему? Почему не верили? А верили лже? А верили дьяволу. Почему? Как вы думаете? А потому что они боялись упасть, боялись потерять свое влияние на народ. И что сказал им Бог однажды? Ваш отец дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала. И не устоял в истине. Ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Какие похоти дьявола? О чем говорил Иисус? Похоти дьявола исполняете. Что это за похоти? А я вам скажу, вот эти похоти есть возвышение. Похоти дьявола было это возвыситься. Понимаете, стать как Боги, возвыситься над другими. И фарисеи желали покорить себе. Они не хотели приводить к Богу собственно, они к этому были, как сказать, посланы на это, поставлены на это. Вести к Богу. А они хотели себя поднимать. Желали, чтобы их авторитет признавали. А Иисуса не нужно, потому что они потеряли обо всём. Это и есть похоти дьявола. Сяду на горе в сомне Богов. Это похоти дьявола. Быть выше, чтобы тебе поклонялись, чтобы тебя сравнили со Всевышним. Вот на этом принципе строится система падшего мира. И сегодня тоже. Стать выше для всех, выше всех, господствовать над другими, знать больше, чтобы подчинить себе. это система падшего мира. Воссядем на горе, чтобы все нам поклонялись. А Иисус сказал обратное. Помните, когда ученики шли рядом с Ним и рассуждали, кто будет выше. Иисус послушал. Да, рассуждайте, как система этого мира. И сказал совершенно обратное. Как действует Его Царство? По каким правилам Его Царство? Если мы хотим быть в Его Царстве, то мы должны этим правилам принять эти правила и жить по ним. Матфея 20, 25, 28. Иисус же, подозвав их, сказал, вы знаете, что князья народов господствовали над ними и вельможи владеют ими, но между вами да не будет так. А кто между вами хочет быть большим, да будет вам слугой. А кто между вами хочет быть первым, да будет вам рабом. Вот она система Царства Божьего. Система мира — это господствовать над народом, а система Бога — служить народу. Так, как Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. А фарисеи свое превосходство ощущали тогда. Им было тяжело это оставить и последовать признать вот такого Иисуса, который служить надо. легче было отвергнуть истину и следовать за ложь и дьяволом. Итак, мои хорошие, я показываю вам, что эта система построена на лже и что сейчас это опять действует, его искушение, но мы с вами должны держаться Слово Божье. Если мы хотим побеждать, мы должны жить Словом Божьим. Истина, это действительно, Писание действительно истина и мудрость и дает вам жизнь. Если вы хотите, вы уже кто? Сыны Бога. Вы уже фактически Боги. Как был Ассав сказал, вы сущности Боги, но умрете как человеки и как каждый из князей. Почему так сказал? Ну ладно, понятно, как человеки. А что значит, как один из князей? А вот так. Вы хотели быть как боги? Это князья. Это князья духовные. А вот умрете как один из них, те, которые стали как боги. Те, которые не пришли ко Христу, не покаялись, не приняли смирение. Вот умрете, как один из этих князей. Вы боги? Окей. Вот как эти боги пойдете, где дьявол, там и вы. вот что происходит, мои дороги. Вот оно. Обман, который был скрыт за прекрасным предложением. Будете как боги, знающие добро и зло. Но если мы с вами понимаем все это, осознали, то давайте будем истинно изучать. Словом Божьим жить. Это самое важное для нас. Обман дьявола всегда скрыт якобы за правдой. Обнаруживается он очень поздно, когда для человека бывает поздно. Поэтому бог предупреждает сначала не делать этого. Будьте послушны Господу. Будьте послушны Ему и тогда не споткнете. Живите во свете. Живите в Слове Божьем. Живите Словом Божьем. Старайтесь его изучать настолько, чтобы оно жило внутри вас. Чтобы было вашим оружием против козни лукавого. Я вас благословляю, мои дорогие. Давайте с вами помолимся. Музыка. Словом. Словом. ПОДАЛЬМИЯ. ИГРАЮЩАЯ. Словом.